Привет, друзья! С вами Дайвинг Без Границ. В первую очередь я бы хотел поблагодарить Александра Шека и Алексея Манаева за поддержку нашего канала. Спасибо вам, ребята, что читаете описания к роликам и используете их правильно. Далее я хотел, конечно же, поблагодарить всех и всех остальных наших зрителей за то, что смотрите, комментируете, подписывайтесь. А единственное, еще, конечно, попрошу, если возможно, делитесь нашими роликами, делитесь с друзьями. Нам нужны подписчики, и нам очень приятно, когда вы оставляете комментарии, когда на нас подписываются новые-новые люди. Сегодня тем, о которой вы очень долго ждали, давно меня просили рассказать, сегодня мы поговорим о сайдмонте. О конфигурации подвески типа сайдмонт. Итак, что такое сайдмонт? Сайдмонт – это всего лишь одна из разновидностей BCD, которая отличается тем, что баллоны на этой подвеске крепятся по бокам, а не за спиной. Поэтому принципиальных отличий не так много. Очень много ходит всевозможных легенд, слухов, сказок об этих подвесках. Но не стоит доверять слухам и каким-то легендам. Надо понимать, как появился сайдмонт, как появилась эта подвеска. Появилась она среди пещерных дайверов, которые лезли в такие узкие места, где с конфигурацией обычной в виде спарки они не могли пролезть из-за того, что места были... Ну, пространство не позволяло. Надо было иметь более плоский профиль. Соответственно, можно, конечно, снять спарку и толкать ее перед собой. Но это удовольствие еще то. Кто пробует, тот знает. Поэтому придумали конфигурацию сайдмонт, когда баллоны крепятся под ногами. Благодаря чему профиль стал более плоским и можно пролезть было в более узкие щели. Вот, собственно, и откуда появился этот сайдмонт. Итак, что из себя представляет простейший сайдмонт? Это поясной ремень с приделанными к нему подтяжками, пара дверных ручек, косметичка и пару резинок для трусов. Вот, собственно, и все устройство сайдмонта. Но, как вы понимаете, это немного утревает. Итак, как устроен сайдмонт? В первую очередь, это подвеска. Подвеска может быть сделана просто из стропы и набора пряжек. Типа раза в подвеске, вот как на картинке. Дальше нам понадобится грузовая система. Груза можно расположить как на стропе, так и сделать какую-то грузовую систему, которая будет крепиться непосредственно на подвеске. Дальше нам понадобится крыло. Причем крыло может быть как в форме прямоугольной в виде подушки, как сделала фирма X-Dip в первом своем сайдмонте. Либо треугольная, либо вообще можно использовать обычное стандартное крыло, как в подвесках Toddy Style. Поэтому, какое крыло, это не суть принципиально. Нам нужно крыло. Дальше нам понадобится палета хвостовая с ручками, которую я назвал дверными ручками. Это скобы для крепления нижних карабинов, баллонов. Что тоже не является обязательным, можно обойтись и без нее. Ну и понадобится нам набор банджей и деколец. Банджи – это резинки, которыми крепятся вентили баллонов, чтобы поддерживать их в определенном состоянии. Вот, собственно, и все. Ну да, возможно, еще нам понадобится косметичка, хотя вообще я считаю, это вообще не очень такой полезный девайс. И по мне так вообще очень сомнительное его использование. Ну, каждый выбирает по себе, кому что нравится. Ну, на этот набор необходимого оборудования не ограничивается. Нам еще понадобятся регуляторы. И регуляторы, не то чтобы они какие-то особенные, но, в принципе, для сайдмаунта лучше всего использовать регуляторы с поворотной турелью, типа ДСТ моделей у Апекса. Ну, есть и у, например, с Куба-Про МК-25, есть разные другие модели с поворотной турелью. Желательно, чтобы был пятый порт, который находится в торце, вот примерно как на картинке расположено. Из особенностей конфигурации – это два коротких шланга поддува длиной 15-20 см, может быть, там, 25 см, в зависимости от того, какой длины у вас инфлятор, где он выкрепится, и какое расстояние от инфлятора, от пульта инфлятора до регулятора будет, и до клапана поддува сухого костюма. То есть подбираем длину шлангов поддува. Дальше нам понадобятся два манометра на коротких шлангах и один шланг стандартный длиной. В принципе, я использую длиной 65 см, 64 см. Для меня это достаточно. Можно использовать 80 см. Опять же, длину выбирает каждая индивидуальная. Это у нас для левого регулятора. И стандартный двухметровый шланг для правого регулятора. Вот, собственно, и вся конфигурация. Сайдмаунт вы можете купить, как уже готовые изделия. Вот, например, как мой теклайн. Выглядит он вот так вот. Все-таки грузовая система уже встроенная. Банжи я привязал. В принципе, места креплений для банжи. Какие-то были предусмотрены. Палета. Инфлятор, который идет снизу. Да, кстати, многие спрашивают, почему инфлятор снизу. Дело в том, что подвеска была разработана для плавания в пещерах, и там такое положение вертикальное маловероятно. Большее время дайвер проводит в горизонтальном положении. И вот так вот сбросить грузовую газ. Но, естественно, не из инфлятора. Никто инфлятором не пользуется для сброса газа. Есть за один клапан. Намного проще. Ну, и если надо сбросить уже из инфлятора, то повернулись в груз и сбросили. Зачастую нет просто возможности принять вертикальное положение. Рассказывать подробно о своей подвеске не буду. В принципе, ничего в этом какого-то сакрального нет. Любая подвеска подойдет. Так, если только красненько. Два клапана сброса. Один с внутренней части сбоку, с противоположной стороны от инфлятора. Один сзади. Основной, которым я все время пользуюсь. Банжо. Брасовый ремень. Кольца для крепления баллонов. Вот эти кольца, в принципе, можно назвать подвижными, потому что их можно регулировать, передвигать. Ну, и, собственно, сама грузовая система тоже встроенная. Система рассчитана на использование двух алюминиевых баллонов. Максимум, то, что я с ним использовал, это четыре баллона. Но четыре баллона – это явный перебор. Подвеска эта грузоподъемностью 16 кг. Она не способна потянуть работу, адекватную, безопасную работу с четырьмя баллонами. То есть, четыре баллона – это с сухим костюмом, а это на грани. Для того же, чтобы сделать сайдмаунт самому простейший, вы, в принципе, можете использовать схему Тоди-стайл, так называемую. Для этого вам понадобится ваше обычное крыло, которое вы используете. Две металлические спинки. Зажимаем крыло между спинками. Привязываем банджи. Собственно, все. Сайдмаунт готов. Можно прикрепить палету под крепление нижних карабинов. Можно просто повесить декольцы сзади. И все. Вот, собственно, и вся конструкция. Ничего какого-то секретного, сложного и нет в этой конструкции. И именно первый сайдмаунт именно так и делалось. Никто же не сшил специально ничего. Брали то, что есть, и из него исхитрялись что-то сделать. Как вы уже поняли, подвеску вы можете сделать сами. Но лучше купить готовые изделия. Это избавит вас от массы всевозможных мелких проблем, недочетов. Все-таки готовые изделия. В нем учтено по максимуму все требования к подвескам данного типа. Ну и более того, оно сделано красивее и удобнее пользоваться. Огромное количество изделий. Огромное количество видов форм. Как выглядят эти подвески. Ну вот, я могу тут на картиночках показать. Но надо понимать, что по большому счету не очень важно, как сделана эта подвеска. Итак, что же такого секретного в этом сайд-маунте? Для чего, почему о нем так много говорят? Почему о нем так много спрашивают? И, собственно, для чего он нужен обычным дайверам? Тем, кто не погружается в пещеру. Давайте будем откровенны. Многие дайверы далеко уже не молодые люди. И лишней тяжести таскать им, ой, как неполезно. Особенно неполезно именно таскать их. И стоять где-нибудь на джамдеке, на корабле, ждать момента выброса в воду. В случае с подвеской сайд-маунт, это решается значительно более простым способом. Вы можете спокойненько занести баллон отдельно в воду, положить его там. И потом уже в воде его присоединить к подвеске. Это если заходите с берега. А если вы заходите с корабля, то вы можете баллоны не цеплять непосредственно на подвеску. Прицепить их, например, к тем же дверным ручкам, так называемым, которые находятся сзади. При этом баллоны у вас будут стоять на джамдеке вместе с вами. Вы вес их не ощущаете. Зайдя в воду, вы потом их можете перецепить и подключить, и начать погружение. То же самое с выходом из воды. То есть выходить из воды с баллонами вам нет никакой необходимости. Вы всегда их можете отсоединить в воде и выйти. А потом перенести баллоны. Или попросить кого-то перенести баллоны. В случае же с выходом на корабль, вы также можете их заранее подготовить. И подплыв к кораблю, и отдать их просто в ставку корабля, который вас встречает. То есть это сильно облегчит вам нагрузку, снизит нагрузку на ноги и облегчит выход из воды. То есть в этом плане сплошные плюсы. Я тут слышал мнение, что если отсоединять баллоны, это можно же их потерять. Но если вы не умеете с этим обращаться, если вас никто не учил, как обращаться с баллонами, конечно же вы их потеряете. Или если в команде корабля у вас сплошь идёты, которые в принципе не способны удержать баллон, который вы ему передаёте, причём мест, за что он может взяться, там огромное количество, те же крепления, карабины или тот же регулятор или вентиль. Поэтому эта проблема реально надумана. У меня не было ни одного случая, чтобы мои дайверы, которые используют подвеску сайдмаунт, или я лично хоть раз уронил баллон. Так что давайте не будем слушать эти сказки. Всё это полная ерунда. Какие ещё плюсы? Очевидный плюс – это дублирование снаряжения. То есть в случае выхода у вас из строя одного регулятора, у вас есть всегда второй. Запас газа, опять же, в двух баллонах продублирован, и его в два раза больше, чем вам необходимо. Мы сейчас берём обычное рекреационное погружение. То есть вы мало того, что несёте с собой свой запас, у вас ещё есть практически такой же запас, который в случае необходимости вы можете отдать товарищу, поделиться с партнёром, ну, либо сами использовать в какой-то экстренной ситуации. Особенно это актуально для людей с большим расходом. Вот честно скажу, плавать в сайдмаунте, либо плавать с баллоном 15 литров в сайдмаунте, по мне, так удобнее и легче. Вот. Да, есть очевидный минус. Это снаряжение надо чуть больше, то есть вам понадобится как минимум плюс ещё один регулятор. Но сами смотрите, перекрывают этот минус все те плюсы, которые я уже сказал, или нет. Что касается технического дайвинга в открытой воде, сайдмаунт для людей в возрасте – это очевидный выход из проблемы больших нагрузок. Потому что, как я уже сказал, и вход в воду, и выход из воды будет при использовании под конфигурацией сайдмаунт сопряжён с значительно меньшими нагрузками, в первую очередь на спину. Да, ну и на ноги, и на коленные суставы. То есть, используя подвеску сайдмаунт, вы реально разгружаете себе спину. И огромное количество уже моих дайверов перешло на использование подвески сайдмаунт именно по этой причине, из-за того, что легче. Плавание в подвеске сайдмаунт не доставляет никаких неудобств. Оно очень комфортное, более даже комфортное, чем плавание в конфигурации бэкмаунт со спаркой. Поэтому что-либо говорить тут нет. Да, это не такое полноценное дублирование, возможно, как со спаркой, потому что в случае выхода одного регулятора мы теряем полностью один баллон, к сожалению. Но при правильном планировании погружений это тоже не составит для вас проблем. О чем бы я еще хотел поговорить? Очень бы хотел ваше обратить внимание на то, что купить-то подвеску сайдмаунт как бы проблем не составляет. Он куча интернет-магазинов и обычных магазинов дайверских, в которых это все продается с наряжением. А вот научиться правильно его использовать, чтобы вы не выглядели в этой подвеске, плавая в этой подвеске как лох, который просто не знает, как правильно ее подгонять, регулировать, и как вообще ей пользоваться. Вот здесь очень важно пройти обучение все-таки у людей, которые используют эту подвеску по прямому назначению. И в процессе выбора инструктора для изучения, собственно, этой конфигурации результат должен быть очевиден. Это должен быть все-таки инструктор, который плавает в этой конфигурации большая свою часть времени. Что еще бы хотел сказать? Если вы все-таки прошли обучение уже у инструктора, и вы, в принципе, сами видите, что ваши навыки оставляют желать лучшего, что вы выглядите под водой не совсем так, как это должно выглядеть, на нашем сайте, ссылочка в описании есть, вы можете посмотреть своеобразный гид по ошибкам в настройке подвески сигналов. Именно ошибки в настройке крепления баллона. Посмотрите, будет очень полезно. Это поможет вам использовать эту конфигурацию правильно. Итак, друзья, учитесь, учитесь у профессионалов, учитесь грамотно использовать снаряжение, используйте его по назначению, не позвольтесь под водой. Ну, а мы, вернее, я сегодня с вами прощаюсь. До следующих встреч. Увидимся.